Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с последними новостями. Ну а спутник Армении пишет, что главу российских миротворцев в Карабахе генерала Мурадова сменят и уже знают на кого. Вот генерал Мурадов полгода там отслужил, и теперь командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов будет смещен с должности. Об этом пишет газета «Грапарак». Так, издание отмечает, что на место Мурадова будет назначен замкомандующего южным военным округом генерал-лейтенант Алексей Авдеев. Последнюю газету он четверг прибудет в Ханкинди, где в течение двух недель состоится прием сдачи дел. В общем, а смеют его из-за того, что когда самолет вернулся из Баку беспленных, он сказал Мурадов, что власти Армении вводят собственный народ в заблуждение. Сделал такое громкое заявление. После этих нелицеприятных высказываний, по версии издания, руководство Армении сделало все, чтобы его заменили. В общем, сделал громкое заявление, пленных не привез, и ты уволен, ты просто уволен. Так, поехали дальше. А, вот Пашинян кричит. Пашинян распространяет бред о посягательстве Азербайджана на армянские земли. Это уже Минвал Азе так говорит. Исполняющий обязанности премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власть Азербайджана в посягательстве на суверенную территорию республики. Об этом политик глубокосмысленно заявил в ходе заседания Совета Безопасности страны. Так, сейчас я вам покажу, в чем дело. В общем, Пашинян забил тревогу, потому что Черное озеро полностью перешло под контроль Азербайджана. Согласно репортажу телекомпании Зангизур-ТВ, вооруженные силы Азербайджана, перешедшие госграницу с Арменией, полностью взяли под свой контроль озеро Сев-Линс, Черное озеро. Сейчас я вам покажу на карте. Вот, искал это озеро, вот, нашел я его на границе. Здесь Сисян недалеко. Там хотят российскую базу уже вроде или построили, или достроили уже, что-то такое. А здесь уже азербайджанцы продвигаются. Сейчас я вам зачитаю всю информацию. Ну вот, Пашинян заявил, это диверсионное продвижение Пашиняна событий в Зангизуре. Пашинян заявил, что создавшимся положение следует сохранять хладнокровие, и в то время быть последователем в защите национальных государственных интересов. Случившийся среду в Зангизуре является, по сути, диверсионным продвижением. Об этом заявил Никол Пашинян, обратившись к ситуации, создавшейся в районе озера Сев-Линч в Зангизуре. Так, Пашинян отметил, что утром 12 мая вооруженные силы Азербайджана перешли границу в районе озера Сев-Линч и углубились на территорию Армении до трех с половиной километров. По словам Пашиняна, азербайджанская сторона пытается установить контроль над озером. «Создавшееся положение неприемлемо», – сказал Пашинян. «Армения не может смириться с создавшимся ситуацией, однако перед первоочередной задачей является разрешение ситуации посредством переговоров, в том числе дипломатическим путем». «Но это один из вариантов», – сказал Пашинян. Так, это… Сейчас я вам дальше еще зачитаю, что пишут армянские СМИ. Ну вот сейчас, да, там эта граница, демаркация гранит между Арменией и Азербайджаном, и это озеро как раз находится на границе на самой. И сейчас тут идет вот с GPS демаркация, и азербайджанцы и пошли на три с половиной километра. Ну сейчас я вам зачитаю, что армянские СМИ пишут. В общем, ситуация такая. Рано утром до двух рот вооруженных сил Азербайджана в полном вооружении выдвинулись в район постов 159, 160, 161. Это примерно в районе Черного озера. Бойцы вооруженных сил Армении доложили командованию, и, судя по всему, то ответило, что ничего страшного нет, идет демаркация границы. Вооруженные силы Азербайджана спокойно зашли в тыл этим постам и заняли оборону. От командования Армении никаких внятных признаков не было, как сказать. Бойцы на постах заняли круговую оборону. Вся надежда теперь на российские войска, для которых, как я понимаю, это тоже явилось неожиданностью. Идут переговоры. И вот тут, да, я видел отрывки, что азербайджанцы уже там заняли позиции. И вот тут Армении идет репортаж. Тут вот азербайджанские, вон они заняли. И там армяне тоже держат оборону. В общем, летят вертолеты, уже запустили. И вон там диктор объясняет, что уже Зангизур перешел под контроль Азербайджана. Так, поехали дальше. А, еще тут в Сюнике, в Зангизуре, то есть отравились 296 человек. Сейчас я вам покажу на карте, где. Это в Сисяне, вот тут вот. В Сисяне. Директор медцентра Сисян Анни Григорян считает дезинформацией сообщение о том, что причиной отравления 296 человек могло быть отравление воды азербайджанцами. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом «Спутник Армении». В общем, по информации, что там отравились 300 человек, и думали, что это азербайджанцы отравили воду. Но потом вот. Ранее из Мездрава сообщили, что медцентр Сисяна было доставлено 296 человек. Большинство из них дети. С признаки инфекционных кишечных заболеваний. В связи с этим в социальных сетях появилась информация, будто азербайджанцам отравили воду Зангизура. Бля, азербайджанцы уже пошли, шутят, наверное, делать им нечего. Воду Зангизури отравливают там в этом районе. Азербайджанцы не могут отравить наши воды, поскольку они поступают из шаки. Водопад находится далеко от территории подконтрольных Азербайджану. Думаю, это дезинформация. В общем, это тут сейчас, как сказать, идет отравление детей там в основном. Или дети пили воду, не знаю. И у них вот тут посчитали, что в Сисяне эти 296 человек отравились, и 280 от них дети в основном. Ну, тут решили, что в основном почему-то все дети отравленные оказались. Причем тут Азербайджан вообще-то. Ну, и в больницу, да, их доставили. Там почти 300 человек их там сейчас лечат. У них там рвота, слабость, повышение температуры до 38 градусов. В общем, дизентерия. Типа дизентерия случилась у них. В общем, вот такие новости. Так, в Сисяне. Ну, и вот, такой будет мечеть в городе Шуша. Посмотрите, проект какой красивый. Так, мечеть Шуша, основание которой заложил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиф, будет спроектирована и построена в современном архитектурном стиле. Так. Проект мечети, который будет окрашивать купольная мозаика, выполнен при участии итальянской компании, совместность с азербайджанским итальянским архитектором. Внешнюю часть мечети украсят геометрические узоры, использованные в миноретных древней шушенской мечети. Вон, посмотрите, сейчас я вам покажу, как будет выглядеть мечеть. Красота. Лепота. Да, смотрите, как сверху будет вид. Вон, из двух частей как бы вот. Здесь все будет зелень, деревья. Так, и вот как внешний вид будет красиво. Две такие стеллы, типа стрелы. И вот мечеть. Посмотрите, какой вход шикарный. Да, это уже будет красота, конечно, красиво. Так, ну и поехали дальше. Грандиозный салют Шуша. После музыкального фестиваля Хары Бульбюль в культурной столице Азербайджана Шуша был дан грандиозный салют. Первый вице-президент Михребан Алиева поделилась, видя салюта в своем аккаунте в социальной сети. Мечты сбывается, поздравляю весь азербайджанский народ. Глубоким уважением, любовью вашим Михребан. Посмотрите, какой красивый салют был. Вот. Так, видно сейчас, посмотрю. А, видно, хорошо. Ну вот. Что интересно, этот салют был такой большой, красивый ночью, что его видели в Ханкинде многие. Как сказать, там недалеко где-то 9-10 километров. Тем более ночь, ярко, огромные, красивые такие петарды. Вон, бух, бух, бух. И там пишут сейчас в азербайджанских СМИ, извиняюсь, армяне в Ханкинде попадали со стульев из-за салюта в Шуша. Вон, как раз салют. И сейчас я вам почитаю. Сегодня, 12 мая, священным для азербайджанцев в городе Шуша состоялся салют. Спустя более чем 28 лет армянской оккупации. Несмотря на то, что Шуша находится в 10 километрах от города Ханкинде, кадры салюта были причиной истерики проживавших там армян. Жители Ханкинде армянской национальности вынуждены бессильно наблюдать за ликование азербайджанцев, вернувшихся на родные земли. И вот тут есть видео. Представляем ваше внимание кадры салюта в Шуша, «Снятые попадавшими со стульев армянами Ханкинде». Ну, это азербайджанское издание написало. Мол, что армяне попадали со стульев, вон там. И видно, да, 10 километров, вон. Пух, 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 пух. Конечно, видно ночью. Так что, в общем, армяне не выдержали салюты и попадали все. В общем, вот такие новости, ребята. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.